Твои родители были журналистами. 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 Полный пример от proyect, Румынии будут журналистами девушками. Надо кататься Svenblumen. Повтор illusions. Драматург может ли не пов violеть Да мы должны указать свои имя драматурок ozитам при содержании Пьески не бояться их посылать comport linha конкурса. Например Я не знаю как дела в России, просто в России много драматургических конкурсов. В России у них много драматурги, которые находятся в России. Не боятся посылать на них, не боятся заевлять себя? Не боятся устроить в суд, не боятся устроить в социальной войны. Присывать pies в театр. Не боятся устроить театр. Не боятся устроить в звук. Потому что, на самом деле, пока ты сам не предложишь эти пьесы, не дашь их условно человеку какому-то в театре, режиссеру, никто не будет за тебя бегать, никто не будет за лазать тебе в стол, в компьютер, в каске. И если это хорошо, то в рано или поздно эти пьесы начнутся, ведь они заинтересуются люди. И если они будут хорошие, то в рано или поздно, то кто-то будет интересен, они будут за лазать. И когда только одна пьеса попадает в театр, становится гораздо легче. И когда только одна пьеса будет доступна в театре, эта пьеса становится гораздо легче. Как ты себя чувствовала? Или если тебе это помогло, то что твои пьесы были ставлены в таких, ну, за границей? Это, конечно, был, безусловно, очень интересный опыт. Десигур, это было очень интересное. Все всегда интересно приезжать в другую страну, интересно узнать, как строят у них театральные жизни. И это очень интересно, когда ты приходишь в страну, каждый раз, ты узнаешь, как они строят театры, как они строят. Но, как раз, я, наверное, хочу сказать, что для меня это, хоть это и прекрасно, это, ну, важно, так сказать, для статуса, но для меня это играет, эти постановки играют меньше значение, чем постановки в России. Конечно, это, конечно, для меня это очень важно для меня, но для меня это, где это, это... Потому что эти монтали, они знают где-то, они находятся. Это что-то такое удивительное, непонятноное. Они принимают в один, это, конечно, это же, очень интересный, но они учатся, в один из них, неизвестно. А в России ты все понимаешь, ты все понимаешь, что ты изнутри. Многие режиссеры, например, знают лично, которые ставят эти мои песни, и ты как бы можешь быть в большей мере переживаешь. Вопрос состоит в том, какой у тебя опыт был в работе в кино со сценариями, если бы ты хотела, чтобы как-то-нибудь все твои пьесы переписала в сценарий для фильма, чтобы они остались как бы навечно в памяти. Но я не вернусь, это мой третий фильм. И у нас в Монторке есть ли он трейдер фильме, есть ли он сценарий для трейдер фильм. Один фильм снят на ленфильме. Один фильм принял участие в его написании, это короткометражный фильм. Один фильм есть ли он сценарий для американского проекта. И он был создан специально для американского проекта. И режиссер Алексей Федорченко. И режиссер Алексей Федорченко. Он хорошо знает в Европе. Он очень известный в Европе. Вот, а в третий фильм, снят кинокомпания СТВ, и снимал его эстонский режиссер Ильмар Раг, который известен по фильму Класс. И режиссер Ильмар Раг, который был режиссер Ильмар Раг. Он поездил и по европейским фестивалям, и по русским фестивалям. И в общем, можно сказать, что у меня сложилась неплохая судьба. И вот сейчас я буду заниматься как раз переписыванием своей пьесы в сценарии. Потому что мне в гораздо большей степени нравится театр. И когда это, на самом деле, кажется, что легко переписать театральные пьесы в киносценарии, и, в самом деле, может быть еще сложнее, чем написать сценарий снова. Я думаю, что мне нравится театр, и как быстро высказываетесь, чтобы высказывать, чтобы высказывать, в сценарии, в результате, в результате, это гораздо сложнее, чем высказывать в сценарии. Потому что кино нужно совершенно другую органику. Потому что фильм имеет очень много других структур, и органических организаций. И, наверное, если вы не поступите хорошо в предложение, я возьмусь за это, и я берусь за такое. Но, при этом, вот такой цели у меня нет. Поэтому для меня театр не всегда был, и это было более интересным в целом кино. Конечно, если высказываетесь, что высказываетесь, что высказываетесь, что высказываетесь, даже если высказываетесь, что это не произошло в себе. И, по-моему, для меня театр это гораздо более полезным, чем фильмы. Потому что в кино, без несколько десятков тысяч долларов, тебе нет ничего делать. А театр можно создавать из всего чего-то, но можно создавать театр без ничего, можно создавать театр из трех плотачков. И зрителям будет понятно что происходит. Потому что, например, в фильме, без несколько десятков тысяч долларов, не высказываетесь, не высказываетесь, когда театр не создается из ничего, или из трех трех плотачков, или из трех плотачков, или из трех плотачков. Да. И потом... Ну, что театр для меня гораздо более живой. И, по-моему, это театр для меня гораздо более живой. Да, но, к сожалению, театр, ну, у меня есть очень короткое время, ну, как бы, жизни, он очень... Но... Мне очень, я очень сожалею, что так, ну, театр... короткая жизнь. В этом тоже есть своя прелесть, что это происходит здесь и сейчас. И больше это никогда не произойдёт. Но именно это как у нас происходит и фрумусство, театр, что происходит здесь и сейчас, и это не будет повторять и не повторять сегодня. И свидетелям этого здесь и сейчас являются зрители которые пришли в этот зал сегодня, и больше такого не повторится никогда. И мартурторы этого маленького мирака И вот здесь есть те зрители, которые приехали здесь и сейчас. И это не будет повторяться никогда. В такой же форме. И вопрос, что именно тебя вдохновило из этого городка в твоих песках? Ну, в Север для меня это всегда очень вдохновляющая тема. Нордун, для меня, был тема пленой от инспирации. Когда приезжаешь в мой город, есть абсолютное ощущение, что ты приехал на края света. Когда я возвращаюсь в Наталью, у меня всегда есть ощущение, что я возвращаюсь на землю. Потому что там огромные расстояния. Потому что есть огромная дистанция. И вот на моем городе заканчивается вообще вся цивилизация. И вот это ощущение, что ты очень долго едешь по дороге, где ничего нет. Ни в дереве, ни в саду. Это просто дорога среди Тайги. И ты вдруг приезжаешь в маленький северный город. И, наконец-то, ты живешь в маленький северный город. И, наконец-то, это ощущение. И это ощущение, что это очень странное. И это ощущение, что это ощущение. И, наконец-то, это ощущение. И, наконец-то, это ощущение. И, наконец-то, это ощущение, что это ощущение. И, опять-таки, хочется увидеть другую мирову. И, наконец-то, это ощущение. 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 И, наконец-то, это ощущение.